Здравствуйте, ребята! Я учитель химии Анна Николаевна. Сегодня на занятии мы разберём задание 32 ЕГЭ. Это задание относится к высокому уровню сложности. Обратите внимание, здесь вы должны написать 4 реакции, то есть проследить генетическую связь, генетическую последовательность, уметь применять свойства каждого класса, анализировать. И давайте посмотрим на несколько заданий. Здесь звучит хлородкалия, нагрели, присутствие катализатора, полученную соль растворили в воде, подвергли электролизу. На аноде выделился жёлто-зелёный газ, который пропустили через раствор йодида натрия. Образовавшееся простое вещество в результате этой реакции, простое вещество прореагировало при нагревании с раствором гидроксида калия. Ни в коем случае не начинайте писать сразу же быстро. Не надо. Это я специально прочитала быстренько. Давайте разобьём. У нас чётко четыре реакции. Четыре. Не пять, не три. Мы не можем писать больше. Мы работаем конкретно по условию. Нам звучит. Хлородкалия нагрели в присутствии катализатора. Так, здесь хорошо. Мы видим первую реакцию. Полученную соль растворили в воде. И подвергли электролизу. Соль в данной ситуации с водой реагировать не будет. То есть вот у нас с вами вторая реакция. То есть вода у нас будет идти сразу же с электролизом в растворе. На ноде выделился жёлто-зелёный газ, который пропустили через раствор йодида натрия. Образовавшись в результате этой реакции простое вещество прореагировало при нагревании с раствором гидроксида калия. То есть у нас говорится, что вот реакция номер три и реакция номер четыре. Ещё раз, ребята, четыре реакции. Внимательно прочитали и разбили. Отмаркировали само задание. Каждая реакция – это у нас балл. То есть какую-то, если вы реакцию не знаете, но посмотрев на данном этапе какую-то, можем написать – это наши с вами баллы. Давайте посмотрим на задание. Значит, в данном этапе первая реакция, когда у нас хлорад калия нагрели в присутствии катализатора. Ребята, я написала эту реакцию сразу же. Всё, получили хлорид и кислород. Но посмотрите, насколько важно знать и читать само условие. Потому что если бы у нас не было катализатора, то реакция пойдёт по-другому. Мы получим перохлорад калия и тоже хлорид калия. То есть первая реакция – присутствие катализатора. Другая реакция, которую нам ни в коем случае не надо писать – это у нас идёт без катализатора, при нагревании. Дальше. Полученную соль растворили в воде и подвергли электролизу. То есть хлорид, калия. Мы прибавили воду. Эта реакция идёт именно – это электролиз. С водой калий-хлор не реагирует. Мы получили гидроксид калия, водород и хлор. Нам прозвучало, что на аноде у нас потом будет с вами маленькая ремарочка про электролиз. Поэтому, пожалуйста, себе заметочку сделайте. Пока пойдём дальше. Хлор, газ, жёлто-зелёный пропустили через раствор йодида натрия. И важная вещь нам проговорили – получили простое вещество. Хлор более активный, не металл, галоген. Он вытеснит йод, и мы получим именно в данной ситуации хлорид натрия и йод-2. А посмотрите внимательно, как у нас это задание могли повернуть. Я специально взяла другой галогенит. Именно не натрия, а калия. С водой. У нас же там тоже был раствор. Вот если бы у нас звучало условие «нет простого вещества», образовались кислоты. Кислоты, посмотрите, какой вариант записи. Мы пойдём другим. Здесь по условию простое. В данной ситуации такой же вариант реакции. Но в растворе мы добавляем воду, мы получим 2 кислоты. И соль. И четвёртое. Тоже играет особую роль. Полученное простое вещество пропустили через раствор горячий. Тоже важный фактор гидроксида калия. Мы получили с вами 2 соли. Йодит калия и йодат калия с водой. Посмотрите. А если у нас нет температуры? Если раствор холодный, реакция тоже пойдёт. Но она будет совершенно по-другому. У нас в данной ситуации йод участвует в реакции диспропорционирования. То есть самоокисляется, самовосстанавливается. То есть он из простого вещества 0 в одном случае понизил степень окисления, в горячем растворе до плюс 5, а в холодном, посмотрите, до плюс 1. В такую же реакцию будут вступать другие галогены, кроме фтора. То есть и хлор будет такая же реакция, и бром. Важно горячий и холодный. Это играет особую роль. Ну, я проговорила, что мы с вами немножечко сейчас вернёмся к реакции номер 2. Ну, потребовалось большого количества здесь места. У нас прозвучало, что соль в растворе. В растворе растворили. Вот здесь, ребята, важно, какой у вас кислотный остаток. Кислотный остаток, если он бескислородный, ну, он без, хлор у нас бескислородный, исключение фтор, вот фтор нельзя, то на аноде, на аноде будет идти окисление, именно протекает процесс, будет выделяться хлор. А если у вас с кислородом идёт процесс воды, но у нас с вами именно бескислородная, всегда на соль при электролизе смотрим, из чего она состоит. Если бескислородная, и это не фтор, у нас будет выделяться в данной ситуации хлор или другой металл, например, сера. А теперь металл. Катион металла. Нам нужен ряд активности. В данной ситуации у нас металл располагается до алюминия, до алюминия, и он у нас не может протекать, процесс восстанавливаться на катоде. У нас идёт процесс восстановления воды, и выделяется водород. То есть, давайте посмотрим. Ещё раз, калий, хлор. Это в растворе подвергли электролизу. Хлор – это бескислородная частичка. И это не фтор, поэтому в данной ситуации он выделяется на аноде. Калий в растворе не может пойти. Идёт молекула воды, и на катоде происходит образование водорода. И там, помним, частичка гидроксогруппы ОН-. У нас эта гидроксогруппа будет вместе с калием. И мы получим с вами гидроксид калия. То есть, посмотрите, пожалуйста, ещё раз, ряд активностей. Где, как располагается. Если нужно, как говорится, вам это вводит в помощь. Давайте посмотрим на следующее задание. Здесь звучит нитрат натрия, прокалили. Твёрдый продукт реакции нагрели с иудидом аммония. При этом выделился газ, входящий в состав воздуха. И образовалась соль. Соль обработали щелочным раствором перманганата натрия. Образовавшееся простое вещество прореагировало с холодным раствором гидроксида калия. Опять нужно четыре реакции. Маркируем. Первое. Нитрат натрия прокалили. Раз. Твёрдый продукт реакции нагрели с иудидом аммония. При этом выделился газ, входящий в состав воздуха. И образовалась соль. Вторая реакция у нас с вами. Соль обработали щелочным раствором перманганата натрия. Третья. Образовавшееся простое вещество прореагировало с холодным раствором гидроксида калия. То есть здесь попроще. Тут легче. Сразу же видно четыре реакции. Значит, давайте будем работать. Мы помнить должны с вами, что разложение нитратов очень-очень злободневно. В нашей ситуации нитрат натрия, ряд активности, сразу же здесь располагается. При разложении нитрата натрия мы получили с вами нитрит и кислород. Но хочу с вами сразу же напомнить. Ещё раз. При разложении нитратов мы с вами берём любую в данной ситуации соль. И где располагается металл в ряду активности? Он у нас есть. Сразу же лежит на столе перед глазками. Если металл у вас до магния, посмотрите здесь, мы получаем нитрит и кислород. Если с магния по купрум, не по водород, по купрум включительно, получаем оксид металла, кислород и бурый газ. Обратите внимание, литий, литий, стоящий впереди, относится к строчке номер два. Он нам не даст нитрит. Ни в коем случае здесь именно литий будет давать нам оксид. И если металлы у нас стоят после меди, после купрума, мы с вами получаем чистый металл, кислород и бурый газ. Посмотрим следующее. Нам говорится соль. Её при температуре с йодидом аммония. Откуда взялся азот? Казалось бы, реакция обмена. Обратите внимание. А вот у нас разложение. У нас же реакция протекает при температуре и полученный в ходе реакции на начальном этапе. Именно нитрит аммония, небольшое нагревание, и он разлагается на наш азот, который входит в состав воздуха, и воду. Посмотрите, пожалуйста. Именно разложение также подписало. Но нам нужен именно чистый здесь азот. Дальше. У нас говорилось не про азот, а про соль. Там звучало, что полученную соль обработали с вами перманганатом натрия в щелочном растворе. А где раствор? Нет. Посмотрите. Но реакция-то уравнена. И главная фраза. В щелочном растворе перманганат натрия калия переходит в манганаты. В данной ситуации и у нас хорошо прозвучало, именно выделилось простое вещество. Если мы посмотрим по коэффициентам, реакция уравнена. Но фраза, фраза, что щелочной раствор, щелочная среда, нам сразу же говорит, какой у нас будет продукт. Он будет именно в таком виде. Натрий-2, марганец-О4. Манганат натрия. Тут еще и наблюдается изменение цвета. Манганаты зеленые. Дальше. Простое вещество мы обработали холодным. Холодным раствором. И мы с вами уже говорили, это играет особую роль. Йод плюс калий-О-Аш. Мы получили калий-Йод и калий-Йод-О. Гипо-Йодит. Ребята, гипо-Йодит калия. И воду. Только в холодной среде. Именно Йод у нас диспропорционируется. Окислитель и восстановитель понизил и повысил степень окисления. Наши с вами 4 реакции. Посмотрим на следующее задание. Оксид азота двухвалентный. Прореагировал с кислородом. Образовавшееся при этом вещество смешали с кислородом опять. И пропустили через воду. При этом образовалась кислота. В горячий концентрированный раствор этой кислоты поместили оксид железа двухвалентный. Образовавшуюся соль железа выделили и поместили в раствор карбоната калия. Но реакции 4. А текст это сколько у нас? Поехали. Маркируем. Оксид азота прореагировал с кислородом. Первое. Образовавшееся при этом вещество смешали с кислородом. Здесь поставим? Нет. Здесь у нас нельзя. И пропустили через воду. Здесь вторая реакция. При этом образовалась кислота. Поэтому неправильно. Нет. Посмотрите, какой длинный этап для одной реакции. В горячий концентрированный раствор этой кислоты поместили оксид железа. Вот. Третий. И наша с вами четвертая реакция. Когда образовавшуюся соль железа выделили и поместили в раствор карбоната калия. То есть посмотрите внимательно. Не спешите. Еще раз прочитайте. То есть на данном этапе реакция номер 2. Посмотрите, сколько информации на одну реакцию. Ну, посмотрим. Оксид азота прореагировал с кислородом. Мы помним у азота аж 5 оксидов. Но у нас именно, когда мы записываем реакции, всегда в данной ситуации монооксид азота горит до бурого газа. То есть происходит именно только таким образом. Дальше. Полученный оксид у нас и с кислородом, и с водой. То есть и получается азотная кислота. Обратите внимание, именно наличие еще и одного окислителя нам позволит поднять степень окисления из плюс 4 до плюс 5. Но самое важное, ключевое. Опять нужно читать задание именно реакции. Посмотрите, если у вас просто будет газ буры или оксид азота полученный в ходе этой реакции, пропустили через воду, мы получим 2 кислоты. Азотную и азотистую. Если у вас, посмотрите, опять реакция один в один с предыдущей, но раствор нагрели, то у нас будет идти азотная кислота и выделяться монооксид азота. То есть всегда внимательно читаем. Третья реакция. К этой кислоте, горячей, концентрированной, добавили оксид железа двухвалентно. Помним, азотная кислота – это сильнейший окислитель. Она все время. Когда есть элемент, частица, который может поменять степень окисления, азотная кислота на него будет воздействовать. И в этой ситуации железо из плюс 2 стало плюс 3. А азотная кислота выделяет бурый газ и волекула воды. Реакция уравнена. Но также я хочу отметить, даже если у нас не было бы слова концентрированное, не было, все равно железо пойдет повышать. Просто поменяется здесь оксид. Будет не бурый газ, а опять будет монооксид НО. Если разбавленное, железо все равно у нас повысит до плюс 3, а азот понизит до плюс 2. Ну, пойдем дальше. Четвертая реакция. Здесь я специально выделила красный. Посмотрите, нам говорится, соль, железо смешали с раствором карбоната калия. Про воду там просто ничего не говорится. Уже добавляли воду просто слово в растворах. Но у нас все реакции протекают в растворах. И посмотрите внимательно. Я специально написала. Казалось бы, протекает реакция обмена. То есть калий ушел с нитрогруппой. Нитрат калия. Железо берет карбонат. Но у нас есть законно разрешенная шпаргалка. Таблица растворимости. И карбоната железа трехвалентного у нас в табличке растворимости нет. Там прочерк разлагается, не существует. И так как это соль, посмотрите, соль, образованная слабым катионом и слабым анионом, она гидролизуется до конца. То есть мы получаем гидроксид железа трехвалентной и выделяется углекислый газ. То есть, посмотрите, нету соли. Мы проверяем всегда в табличке растворимости. Но воду-воду мы будем писать в реакцию. У нас же она присутствовала в растворах. Всегда вода у нас идет. Если она нам нужна, мы можем ее с вами взять именно из слова «раствор». Поэтому внимательно всегда соль плюс соль – реакция обмена. Проверьте в таблице растворимости, чтобы вещества существовали. Если их нет, то нужно уже подумать. И главное ключевое помнить в реакциях соль плюс соль – это реакции должны протекать в растворах. То есть вещества растворимые в данной ситуации. И у нас всегда должен быть какой-то продукт, который мы не подвергаем диссоциацию, то есть не распадается на ионы. Или осадок, или соль, или малодиссоциирующее вещество. Но пойдем дальше. Следующая цепочка. Здесь звучит, что к раствору хлорида бария добавили раствор сульфата натрия. Осадок отделили. Из полученного раствора выделили соль. Высушили ее и обработали концентрированным раствором серной кислоты. Образовавшийся газ растворили в воде. И в полученный раствор поместили железную окалину. Одно из образовавшихся при этом веществ прореагировало с раствором, содержащим перманганат калия и соляную кислоту. Работаем с текстом. Первое. К раствору хлорида бария добавили раствор сульфата натрия. Хорошая реакция. Все есть, все ясно. Фраза. Осадок отделили. То есть, смотри, из полученного раствора выделили соль. То есть осадок нам с вами что? Не нужен. Мы с ним не работаем. Мы берем растворимое вещество. Затем эту соль высушили. Но это не есть реакция. Это физический процесс. И затем эту соль обработали концентрированной серной. Вот у нас вторая реакция. Дальше. Образовавшийся газ растворили в воде. Реакция? Нет. И полученный раствор поместили в железную окальну. Вот у нас с вами третья реакция. Затем одно из образовавшихся при этом веществ прореагировало с раствором, содержащим перманганат, калий и соляную кислоту. Сильнейший окислитель еще и в кислой среде. То есть, посмотрите, одно надо будет выбрать вещество, которое может поменять степень окисления. Ну, посмотрим с вами на наши четыре реакции. Первая. К раствору хлорида бария мы добавили раствор сульфата натрия. Самая хорошая реакция. Мы получили с вами сульфат бария, который отделили. Он нам не нужен. У нас говорится, что мы взяли соль, высушили с вами и затем обработали концентрированной серной кислотой. То есть, мы берем хлорид натрия, сухой, обрабатываем серной кислотой концентрированной. В данной реакции мы получаем кислую соль, кислую соль, гидросульфат натрия и хлороводород, галогена. Водород именно как газ. Это хлороводород, а в растворе соляная кислота. Дальше. Соляную кислоту растворили в воде. Реакцию не пишем. А затем полученным раствором соляной кислоты обрабатываем железную окалину. Железная окалина – это смешанный оксид. То есть, в этом оксиде находится железо в валентности 2 и в валентности 3. И каждое железо будет с кислотой давать 2 соли. Феррум хлор 2 – хлорид железа 2-х валентного. И феррум хлор 3 – хлорид железа 3-х валентного. Посмотрите. Дальше. Четвертое у нас. Нам нужно выбрать одну соль. Одну, которую мы можем обработать раствором перманганата калия в кислоте. И мы смотрим, кто может поменять степень окисления. И степень окисления может поменять железо именно плюс 2. В данной ситуации именно все металлы, когда у нас сильные окислители, в кислой среде здесь могла быть и другая кислота, металлы образуют соли в устойчивых степенях окисления. И железо у нас из плюс 2 стало плюс 3. Но я хочу вернуться к реакции номер 2. Посмотрите внимательно. Галогениды металлов. Вот что, пожалуйста, запомните. Если у вас хлорид, фторид с кислотой концентрированной, мы получаем именно галогеноводород. А вот если у нас галогенит будет приставлен, например, бромом, посмотрите, бром, всегда будет идти простое вещество. Серная кислота будет давать сернистый газ. И здесь мы можем писать как кислую соль, так и среднюю. Но я написала кислую. То есть оба варианта в данной ситуации будет правильно. Но обратите внимание, бром даёт простое вещество. Если у нас йодит калия, то серной кислотой концентрированной он будет давать нам также соль, гидросульфат натрия, можно сульфат натрия, чистый галоген, обратите внимание, он будет как газ, и сероводород. Чем, как говорится, галоген ниже в табличке Менделеева, тем сильнее происходит процесс восстановления окислителя. Посмотрите, в данной ситуации у нас сера до плюс 4, здесь серо, до минус 2. Внимательно посмотрите. Галогениды, то есть здесь у нас может быть фтор, натрий-фтор, например, реакция будет точно такая же. А если у нас уже будет натрий-бром, вариант другой. Натрий-йод, вариант сильно отличается. Посмотрим на следующее задание. Алюминий сплавили с серой. Образовавшееся вещество поместили в избыток раствора гидроксида натрия. Одно из полученных при этом веществ выделили и поместили в раствор, содержащий пермагонат калия и серную кислоту. Образовавшееся при этом простое вещество прореагировало при нагревании с концентрированным раствором гидроксида калия. То есть опять работаем с текстом. Алюминий сплавили с серой. Тут хорошо. Первое. Образовавшееся вещество поместили в избыток раствора гидроксида натрия и одно из полученных при этом веществ выделили. То есть у нас с вами мы можем сказать, что реакция здесь, ну или как бы на данном этапе. Заканчивается. Номер два. Простое вещество, одно, прошу прощения, из веществ выделили и поместили в раствор, содержащий пермагонат калия и серную кислоту. Реакция номер три. Образовавшееся при этом простое вещество, обратите внимание, опять с горячим нагреванием раствором гидроксида калия. Реакция номер четыре. Пожалуйста, внимательно, нам нужно только четыре реакции. Давайте посмотрим. Первая реакция простая, очень хорошая. Алюминий сплавили серой, получили сульфид алюминия. На данном этапе мы можем вообще взять любой металл. Чем активнее, тем ниже температура, чем менее активный металл в ряду активности, тем выше температура. Металлы реагируют с неметаллами. Дальше. У нас звучит, что полученное вещество растворили в избытке гидроксида натрия. Обратите внимание. Мы получаем две соли. Две. Средняя соль и комплексная. Сульфид натрия и тетрагидрокса алюминат натрия. Мы могли написать и гекса форму, то есть здесь шестерочком тогда мы уравняем, и натрия будет три. Но посмотрим. Нам говорится одно из веществ. Какое мы возьмем? Посмотрите. Мы берем опять вещество, которое может именно протекать с изменением степени окисления. Мы берем сульфид натрия. Обрабатывается перманганатом калия в кислой среде, ребята. В кислой. Здесь может быть любая сильная кислота. Получается простое вещество. А металлы всегда в кислой среде образуют соли в устойчивых для себя валентностях. Следующая реакция. Простое вещество мы растворили в горячем растворе гидроксида калия. В данной ситуации сера у нас является и окислителем, и восстановителем. И повышает, и понижает степень окисления. Но данную реакцию вы могли написать и по-другому. Посмотрите. При именно горячем растворе мы можем получить гиосульфат калия. Оба варианта являются правильными. Посмотрим дальше. Следующая реакция. Или точнее следующие четыре схемки. Оксид алюминия подвергли электролизу. В расплавленном криолите. Полученный при электролизе металл нагрелись концентрированным раствором, содержащим нитрат калия и гидроксид калия. При этом выделился газ с неприятным резким запахом. Через образовавшийся раствор пропустили избыток газа, который выделился при сплавлении оксида кремния с карбонатом калия. Посмотрим. Оксид алюминия подвергли электролизу. В кариолит писать нам не нужно. Мы просто говорим, что оксид алюминия подвергается электролизу. Первая реакция. Полученный металл нагревают. Посмотрите, с каким количеством веществ. Концентрированный раствор. И нитрата калия, и гидроксида калия. И у нас выделяется газ с резким неприятным запахом. Реакция номер два. Дальше. Через образовавшийся раствор пропустили избыток газа. Обратите внимание, это важно. Избыток газа. Который выделился при сплавлении с оксидом кремния. Оксида кремния с карбонатом калия. Ещё реакция. То есть, если я сейчас посмотрю, у нас их сколько получилось? Три. То есть, посмотрите внимательно. У нас газ, а реакция, что мы получили его при сплавлении оксида кремния с карбонатом. То есть, у вас как бы здесь разбивается. Посмотрим на наши реакции. Оксид алюминия подвергли электролизу. Получается алюминий и кислород. При растворении амфотерных металлов. Ребята, пожалуйста, амфотерных. Здесь может быть не только алюминий, а любой амфотерный. Посмотрите. В данных растворах мы опять дописали воду. Мы получили комплексную соль и аммиак. Газ с неприятным резким запахом. Посмотрите, какие огромные коэффициенты. Затем, оксид кремния сплавили с карбонатом калия. Мы получаем силикат и углекислый газ. Здесь играет особую роль именно, что газ для реакции номер 4 в избытке. Потому что если в избытке мы получим с вами именно кислую соль, активный металл будет давать кислую соль. А вот если бы у нас не было избытка, не звучало, мы имели полное право написать среднюю соль карбоната калия. Но в этой ситуации у нас будет выделяться вода. Посмотрите. Всегда при прочтении данных заданий мы с вами внимательно разбиваем задачу, условия на 4 реакции. 4. У нас их может быть только 4. Не 5. У нас не может быть суммарной реакции. Мы делаем последовательно, согласно условию. И всегда смотрим. Если вещество в избытке, то у нас могут быть совершенно другие продукты. Но всегда в условии прописаны те факторы, которые мы с вами должны соблюдать. Спасибо, ребята, за внимание. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!